Всем привет, меня зовут Четинин Дмитрий, я работаю в компании Одноклассники. Сегодня у нас будет рассказ про структуры данных, которые, как правило, в обычных университетских курсах не проходят. Мы с Вадимом Цисько долго думали, как это назвать, Highload Data Structures, либо, может быть, был вариант, что нетрадиционные какие-то такие структуры данных, но в конечном итоге остановились на названии «современные», но «современные» в кавычках, потому что, как мы видим дальше, многие из них были еще изобретены 30-40 лет назад, но сейчас находят очень активное применение, может быть, даже больше, чем в тот момент, когда их изобрели. И все эти структуры данных, они применяются в мире Highload. Чем вообще характерен мир Highload? Там очень много, так называемой, потоковой обработки данных. И эта потоковая обработка данных, она… Вот там что-то поехало. Она особенно тем, что, когда у нас есть поток каких-то событий, у нас у этого потока нет ни начала, нет конца. Ну, начало худо-бедно есть в тот момент, когда мы начали его обрабатывать, а конца у него нет. Вот. И что самое плохое, у нас нет случайного доступа к элементам. Соответственно, мы не можем взять и там, не знаю, отсортировать весь этот поток данных, там, не знаю, беря там два индекса и меняя элементы местами. Вот. И что в продакшене всегда происходит, это то, что эти события, они идут с такой скоростью, которая нам не подвластна. То есть как пользователи ходят по нашему сайту, так нам события и поступают. И мы должны их уметь обрабатывать. Соответственно, все вот эти вот структуры данных, которые мы будем рассматривать, и алгоритмы, они должны быть очень быстрыми. И, как правило, для того, чтобы обрабатывать потоки данных, мы делаем какую-то структуру, которая меньше, чем весь набор данных. И при этом, чем она меньше и компактнее, тем она оказывается менее точной. И как мы увидим дальше, там повсюду применяется хеширование, очень-очень активно, в общем, прямо, не знаю, мало будет, где у нас хеширования, не будет. Вот. План такой, что каждую структуру данных, которую мы будем рассматривать, мы будем рассматривать в контексте той задачи, которую она решает. Дальше мы посмотрим, как она решается традиционным способом, посмотрим альтернативный подход, вот. И посмотрим какие-то реальные примеры ее использования, какие-то живые цифры и различные свойства этих структур данных. Вот. Первая задача, которую мы посмотрим, это называется задача Count Distinct или Cardinality. То есть нам дан датасет, и нам нужно определить, сколько в нем различных элементов. Вот. Как эта задача решается в классическом виде. Ну, как бы, а где мы будем хранить количество различных элементов, то есть что мы посчитаем? Нам нужно не количество элементов, а количество различных элементов, ну, как Select, Count, Distinct. Можно отсортировать, да. Отсортировать и пробежать, да. Когда у нас меняется этот, мы увеличим счетчик. Это один вариант, да. Какие еще варианты есть? Ну, отмаппить. Во что отмаппить? Ну, и потом Reduce делать, ну, классические подходы. Ну, отмаппить, ну, что каждому значению присвоить. Ну, сначала мы их разобьем, потом каждому значению присвоим единицу. И за Reduce складываете и считаем уникальное количество. Так, если мы будем складывать единицу и сложим эту единицу, мы же получим, ну, не очень понял подход, на самом деле. Не, мы определимся, да, но здесь же нам, я больше не про распределенные какие-то вычисления, как вообще вот классические алгоритмы, вот подход и сложность, вот сортировка, это хорошо, это мы получаем O от N памяти и там O от N log N, но это рабочий вариант. Вот, ну, на самом деле, если вы правильно говорите, как правило, мы все это складываем в массивчик, в какой-нибудь либо хэш-сет, ну, мы возьмем любую реализацию сета, например, если мы работаем Java, накидаем туда этих элементов и дальше возьмем size. И на самом деле мы получим count distinct. Вот, но все это занимает O от N памяти. Вот, и когда у нас потенциально бесконечный поток данных, мы, или даже очень большой, мы уже не можем себе эту роскошь позволить. Вот, поэтому здесь первый алгоритм, который мы рассмотрим, это так называемый linear counter. В чем его идея? Мы берем, аллоцируем какой-то битовый массив и все наше множество элементов, входящих их, считаем в хэш, и по этому хэшу мы ставим единичку в этом битовом массиве. И идея в том, что насколько плотно заполнен этот битовый массив единичками, настолько плотно заполнен исходный датасет различными элементами. Вот, если графически это представить так, то у нас вот есть вот это вот. Вот, ничего не видно. Короче, это битовый массив, сверху индексы, снизу единички. Элементы, это элементы посчитали хэш и выставили в единичку. А с коллизией у кого? А? Что? Вот, дальше вопрос в том, понятно, что если у нас, например, битов будет достаточно так, что коллизий у нас будет не очень много, то мы очень хорошо оценим вот это вот ожидание нашего каунт-дистинкта. А если же у нас, например, все выставится в единице, то мы никакой информации из этого не получим. Так вот, оказывается, есть исследование, которое говорит, что можно формулы запоминать не надо, это просто к тому, что они есть, они выведены. Вот, иногда мы будем смотреть на какие-то свойства. Вот, и, в общем, для этого алгоритма, вот в этой статье и ссылке, ссылок будет очень много, потом надо будет скачать презентацию и пройти по ним, почитать что-нибудь там. Вот, если мы здесь не видно, вот, наверное, ACM-90, значит, эта конференция была в 90-м году. Вот вам и Modern Data Structure. В общем, есть формула, которая позволяет выбрать размер вот этих количеств битов для того, чтобы, ну, у нас, ну, в общем, нормально, худо-бедно оценили размер каунт-дистинкта исходного датасета. Вот, и там есть перекос, перекос – это что такое? У нас мы берем ожидаемую оценку, делим на реальную оценку, ожидаемую у нас всегда выше, потому что есть коллизии, понятное дело. Ну, и вычитаем единицу, грубо говоря, это там какая-то вот, ну, потому что больше единицы, вычитали единицу, получили какую-то дробь, на самом деле это не очень важно. Нет, от хэш-функции здесь на самом деле ничего не зависит. Здесь хэш-функция, главное, чтобы она была равномерна. Здесь мы не требуем никакой секьюрности хэш-функции, ничего такого. Главное, чтобы она равномерно размазывала по битикам, и все. Даже самая простая, не знаю, которую умножаем на простое число, прибавляем, сдвигаем, умножаем, прибавляем, сдвигаем, она будет замечательно работать. Вот, и здесь такие выведены факты, что если мы возьмем load-фактор, это отношение, что мы возьмем битов, у нас будет в 10 раз меньше, чем различных элементов, то мы сможем даже довольно большой датасет, например, 10 миллионов элементов с перекосом в одну десятую процента мы можем хорошо оценить. При этом у нас потребление памяти для того, чтобы посчитать каждый различный элемент, нам всего потребуется одна десятая бита. Вот. И что еще хорошо, что если мы для двух датасетов посчитали вот эти вот два линейных счетчика, мы можем их побитого сделать, побитого или, и тем самым мы получим, ну, при условии того, что там одни и те же хэш-функции используются, мы получим оценку кардиналити объединения этих множеств, что довольно хорошо. Вот, например, если мы возьмем какой-то реальный пример, то если возьмем миллион 32-битных интов и при помощи там хэш-сета, массива отсортированного еще чего-то, то нижняя оценка – это просто вот эти 10 миллионов интов, они занимают почти 4 мегабайта. Вот взять и положить никуда, без всяких накладных расходов в виде там той же хэш-мапы или хэш-сета. Вот, а если мы используем линейный каунтер, то с ошибкой, вот с перекосом в 1% мы в 12 килобайт уложимся. Вот такая вот большая разница. Вот, а такой логичный вопрос, где же это применяется? А применять это можно очень много где. Вот, вообще вот эта вот статья, которая, где исследователи предлагают этот подход, они его применяли изначально в оптимизации запроса в базу данных. Вот если вы знаете, когда идет запрос в базу данных, то там сначала работает оптимизатор запроса, который в зависимости от самого запроса и тех данных, которые есть, он составит какой-то план, как его выполнить оптимально. Вот, и часто этот план зависит от того, сколько данных в той или иной таблице. Можно там применить какую-нибудь, там, может быть, если маленькая таблица, может там иметь смысл fullscan вообще сделать или там сделать hash join, еще что-то. Вот, и для того, чтобы быстро оценить вот этот размер таблицы, кардиналить, сколько там различных элементов, вот, как раз применялся этот алгоритм. Вот, там неважно точно знать, важно знать примерный порядок, чтобы выбрать правильную стратегию оптимизации. Вот, либо же мы можем это применять, когда мы анализируем, например, посещение сайта. У нас есть поток событий, чтобы какой-то пользователь зашел на такой-то сайт. Мы для каждой пары, для каждой, ну, и в какое время он зашел. И для каждой пары вот в этот день этот сайт мы накидываем, заводим счетчик и накидываем в него пользователей уникальных. Тем самым мы получаем такую карту, где сколько вот на этот сайт в этот день заходило пользователей. Дальше мы можем сделать побитого или по дням, либо побитого или по сайтам, и понять, сколько на всех сайтах было пользователей в этот день, либо сколько за месяц было пользователей уникальных на этом сайте. Вот, при этом потребляя очень мало памяти. Вот, тут есть вопросы про это? Да, и нету разруливания коллизий. Вот, ну, уже 4 мегабайта и 12 килобайт. Уже ощутимые несколько порядков. Вот, следующий… Еще раз по поводу количества именно ячейк, которые мы выделяем от элементов. То есть если мы в 10 раз меньше делаем, чем количество, ну, ожидаемое число уникальных записей, то нам нужно 10 миллионов элементов. Ага, нет, у нас бит, один бит. А биты мы можем компактно хранить. То есть мы берем, как бы, какой-нибудь битсет, например, или там, и у нас 8 битов, они одним байтом представлены. Вот, мы не целиковый буллиан, там, как сказать, не полноценный какой-то примитивный тип данных делаем, а мы выставляем бит в каком-то, там, большем типе данных. Здесь это вопрос про реализацию, как, почему это… Вопрос про то, когда у нас погрешность получается, вот то, что вы говорите, идет процентно. Да, это… Да, да. Это всегда соблюдается, что есть… Это нужно… Вот там есть формула, которая как раз говорит, что если мы возьмем достаточно большой M, вот это вот… Мы примерно понимаем, сколько у нас будет, вот, и сколько у нас есть, это, в общем, плотность наполнения вот этих наших битиков, то, чтобы получить нам определенный перекос, мы можем вот воспользоваться вот этой вот формулой. Ну, из нее мы можем вывести, соответственно, M. То есть, зная M, зная примерно этот, мы можем, взяв нужный нам перекос, допустимый для нас перекос, мы можем вычислить, сколько нам нужно битов. То есть, вот в этом-то и профи. То есть, сама по себе эта структура, понятно, да, что как-то там пропорционально, но вот есть конкретная научная работа, она говорит, как это связано, и как вот все можно вывести. И ровно поэтому она практически применима. В противном случае она была бы, ну, не особо-то полезна. Так, вот, следующая структура данных, она называется log-log-каунтер, она немного похитрее, вот, а решает она ту же самую задачу. Она позволяет оценить, сколько различных элементов в нашем датасете. Вот, сначала мы посмотрим, как вообще на идею, которая лежит под этим делом. Если мы возьмем, например, все наше множество какого-то значений, вот оно здесь слева, вот, посчитаем от нее множество хэшей, и посмотрим на эти хэши в двоичном представлении. То есть мы получим какие-то строки, которые будут состоять из 1-0, 1-0, 1-0. Вот, если у нас хорошая хэш-пункция, она размазывает равномерно, то можно увидеть такой факт, что у нас, мы можем поделить все наше множество хэшей пополам, где вначале стоит единичка, в другой половине стоит нолик. Вот, дальше мы берем ту половинку, где стоит нолик, в ней тоже половинка начинается на второй позиции единичка, а на половине нолик. И вот так вот мы постепенно делим, 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 пока мы не перестанем делить. Вот здесь вот это отображено. Вот, и тот момент, когда мы перестанем делить, у нас единичка станет на какой-то позиции. Вот эта позиция, она называется рангом. Вот, и идея такая, что 2 в степени вот этого ранга, она примерно соответствует количеству наших различных элементов. Вот здесь вот такой, она не очень интуитивный такой переход. Вот, мы взяли, поделили, 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 и вот мы уже поделили до какого-то предела сколько-то раз. Поделили на 2. Если мы возьмем 2 вот в степень, сколько раз мы поделили, то мы получим исходное наше количество, сколько у нас различных элементов было. Просто один и тот же элемент, он у него будет иметь один и тот же хэш. Это понятная идея? Ну, мы поделимся, сколько раз, сколько битов у нас различных. А? Какое количество битов? 2 забитов. Мы где-то остановимся. Когда мы останавливаемся. Ну, мы останавливаемся, когда мы больше делить не можем. То есть у нас... Мы можем делить, когда у нас один бит вперед. Не совсем. Иногда бывает так, что у нас этот бит не в конце, единица не в конце, а где-нибудь на третьей позиции с конца, например. Ну, то есть здесь же у нас мы не... Мы типа получим какой-то хэш берем и его начинаем... Нет, не его, мы берем все множество. Мы взяли все множество хэшей. Соответственно, идея такая, что оно, хэш-функция у нас очень хорошая, она все равномерно размазала. Вот, мы получили, например, там тысячу различных вот этих вот битовых строчек. Дальше мы, поскольку хэш-функция хорошая, значит, половина этих битовых строчек начинается с единицы, половина с нуля. Вот, мы вот так вот дальше сдвигаемся на единичку, ну вот, там куда-то. Вот, и смотрим то множество, которое начинается с нуля. В этом множестве оно теми же самыми свойствами обладает, что половина начинается с единицы, половина начинается с нуля. Тем самым мы постепенно двигаемся, 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 вот так вот делим, делим, делим до того момента, пока мы не сможем делить. А не сможем делить мы тогда, когда у нас вот станет единица где-то и больше не будет никаких значений. Вот, здесь я на самом деле сам не с первого раза, вот, у меня в голове это уложилось, и… Получается, мы идем по нижней половине, которая начиналась с нуля на прошлом шаге… Да, 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 да. И забираем… Ну, ее точно так же делим до тех пор, и вот пока мы можем делить, мы делим и запоминаем вот этот ранг. И вот эта вот максимальная позиция единицы, самая дальняя единица, вот до того момента, пока у нас не перестанет быть возможность делить, вот… Там мы останавливаемся, и тогда… Ну, просто вот здесь соотношение, что n делить на 2 в степени ранга мы столько раз поделили и получили один элемент. Так ведь мы поделили столько раз и получили один элемент. Соответственно, мы просто берем и говорим, что 2 в этой степени, оно примерно n. То есть получится элемент самый маленький, хорошо? Ну, это типа самый редкий элемент, да. Вот. Но, как правильно заметили, то, что этот самый редкий элемент, у него эта единичка может быть где угодно стоять, и одна оценка, она очень грубая. Вот, поэтому нужно как-то усреднять. И есть такое предложение, что мы берем и считаем ранги и как-то их усредняем. Вот. И вот конкретный подход log-log counter, он говорит, как мы это делаем. А делаем мы это вот так вот. Мы берем, выделяем сколько-то битов под… В общем, мы нарезаем наши… Сейчас подумаю, как это получше рассказать. В общем, мы заводим вот такую вот таблицу, где начинаем сохранять ранги в определенной степени. Таблица у нас 2 в какой-то степени битов. Вот bucket bits – это какое-то значение. Мы выделили такую табличку длиной 2 в степени bucket bits и начинаем в ней запоминать ранги. Как мы запоминаем там эти ранги? Нам на вход пришло значение. Мы взяли… Здесь вот в нашем случае bucket bits – это 3, 2 в треть – это 8. 8 бакетов. Дальше мы берем 3 бита сначала. Здесь, на самом деле, не важно, старшие это разряды, младшие. Это не принципиально. Вот. И вот это значение, которое формирует первые 3 бита, мы используем как индекс в этом массиве. Вот. А дальше мы идем справа и вычисляем вот этот ранг. То есть для вот этого числа входного значения мы… Вот 2… Ну, вот это 3… В смысле, это семерочка в двоичном представлении. Мы туда записали ранг 1. Здесь понятно, да? Ранг 1, да. Мы идем справа. Ранг мы считаем справа. Вот. Дальше следующее значение. У нас вот… Это шестерочка. Мы идем справа, посчитали, сколько там… На какой позиции стоит единица. Она стоит на четвертой позиции. Записали эту четверочку туда. Вот. Дальше мы взяли следующее число. Оно… Это у нас четверочка. У нее ранг тоже 1. Записали 1. Вот. Дальше следующее число откусили перед 3 битика. Это… Они представляют собой пятерочку. Ранг 2. Вот. А теперь самый такой момент. То, что у нас опять первые 3 битика – это семерочка. А ранг там уже 3. И этот алгоритм, он выбирает максимальный ранг. Ну, то есть, чем больше ранг, чем реже, чем точнее, тем он… Ну, мы его запоминаем в качестве итогового значения. Вот. После работы такого алгоритма у нас получится какой-то набор рангов. Вот такой вот размазанный. Вот. И мы что делаем? Мы просто берем… Вот здесь вот есть на псевдоязыке та же самая реализация. Вот здесь то и написано, что мы взяли сколько-то битов. Вот. И взяли массивчик длиной 2 степени этого количества битов. Дальше взяли хэш от значения. Посчитали… Выдрали первый сколько-то бит. Взяли их в качестве индекса. Вот. От остальных битов мы посчитали ранг и взяли максимальный из того, что уже посчитано, и то, что… То, что мы сейчас посчитали. Вот. С этим все понятно, да? Здесь… Вот. Дальше что предлагается сделать? Дальше предлагается взять вот… То, что вот… Эстиматоры вот эти вот. Это то, что мы посчитали вот здесь. Вот это вот. Вот эти наши… Грубо говоря, это массив эстиматоров. Вот. Мы просто берем вот эти ранги, считаем от них арифметическое среднее, и наша оценка… Вот эта вот оценка нашего cardinality – это какой-то корректирующий фактор умножить на количество вот этих вот бакетов и на два в степени вот это… усредненный вот этот ранг. Вот. И вот все вот это вот статье… Там весь этот вывод… На самом деле там… Она довольно адовая статья. Там 12 страниц матана, по-моему. Вот. Вот. Но… Там все это доказывается, что оно действительно так и есть, хотя не очень интуитивно все это. Вот. И… Там, более того, там доказывается более точное значение. Там, например, стандартное отклонение… Причем здесь есть несколько поразительных факторов. Здесь стандартное отклонение… Вот… Корень из дисперсии там того… Нашего вот этого… Матожидания. Оно зависит только от того, сколько мы вот этих вот бакетов возьмем. Чем больше мы их возьмем, тем меньше у нас будет ошибка. Вот. Из этой формулы видно, что если мы возьмем 1024 бакета, то у нас будет 4% вот это вот… Не ошибка, а отклонение. Вот. И отсюда можно… Есть практическая формула, как нам выбрать вот это вот количество бакетов. Вот. Другая также в той же статье приводится, как нам выбирать количество битов. Вот количество битов нам тоже надо выбрать после того, как мы выбрали ошибку, у нас появилось m. Мы в зависимости от нашего ожидаемого числа, сколько различных, и m мы вот понимаем, сколько нам битов откусить. То есть это не количество бакетов, а тип размер одного бакета. Это, грубо говоря… Ну, этот тип… Вот этот тип. То есть там, на самом деле, может быть не байт. Там может быть более компактный тип. Это вот сколько мы слева, понимаете? Да, да. Нет, не сколько слева. Сколько слева – это вот, bucket bits. Вот этот тип – это уже тип значения вот этого массива. А это он должен быть максимальным, сколько у нас осталось после отрезания. Вот. В чем польза-то всего? Как бы эмпирическое наблюдение того, что как бы так может работать, оно бы не имело бы цены без вот этого доказательства. Вот. А то, сколько мы… Нет, дождите. Hash bits – это у нас общая длина всего, длина хэша. А bucket bits – это сколько мы битов откусываем. Вот. И дальше вот как раз сколько мы битов откусываем, от этого зависит длина нашего вот этого вот массива эстиматоров. Вот. И она, как видно, она растет здесь что-то логарифм от логарифма. Это что-то очень медленно растущее. Вот. И на самом деле отсюда идет название алгоритма, то есть log-log. Вот. И здесь, ну, из этого можно выбирать… Ну, это как бы формула намекает, как нужно выбирать. И очень хорошо, что она очень медленно растет. То есть он медленнее, тяжело уж придумать что-то. Вот. Если мы возьмем какие-то живые цифры, посмотрим, то мы возьмем 10 миллиардов 32-битных интов, они вот так вот, взять и положить, они занимают 37 гигабайт. Вот. А мы возьмем дальше 1024 даже не 8-битных bucket, а не байт, а 5-битных. То есть мы… Структура данных там не просто массив, понятное дело, будет, а будет что-то покомпактней, с побитовой такой адресацией. То есть со смещением 8, с меньшим смещением. Вот. Мы получим ошибку в 4%, как вот из той формулы. Не ошибку, а стандартное отклонение мы получим. Вот. А памяти мы займем всего 640 байт. И вот за 640 байт мы оценим кардиналити датасетов 37 гигабайт. И причем вот эти вот 640 байт, они растут очень медленно. То есть если мы возьмем 1 килобайт, то есть вот эти вот 8-битные bucket, мы вообще оценим что угодно. И вот это вообще очень поразительный факт. Я до сих пор у него слабый. Вот. Но, как показывает практика, он действительно работает. И вот следующее есть улучшение. То, что там берется не... Мы брали арифметическое среднее от размера вот этих рангов высчитанных. А можно брать гармоническое среднее. Это как считается там сопротивление параллельных там резисторов. Вот. И мы тогда ошибку получим, стандартное отклонение мы получим на 1% меньше. А на больших датасетах это очень важно. То есть у нас если там на датасете миллиард, то как бы 1% это уже в абсолютных числах довольно ощутимое число. Вот. И где это применяется? Оно, поскольку оно решает ту же самую задачу, что и linear counter, он применяется там же, где linear counter. То есть в базах данных там для различной аналитики. Вот. И на самом деле тяжело найти сейчас базу данных, которая не применяла бы вот этот подход. Вот если, например, Spark, как такой фреймвор для аналитики, там прямо есть такие функции, которые что-то там считают приближенный count distinct. И они реализованы как раз за счет этого механизма. Вот. Я даже в кодовой базе одноклассников находил там... То есть в нашей внутренней статистике тоже это используется. То есть если какой-то большой проект он это не использует, значит, можно подумать, что что-то с этим проектом не так. Вот. Значит, там нет бигдаты или еще чего-то. Вот можно как индикатор использовать, наверное. Вот. С этим все понятно, да? Надеюсь, все понятно. Вот. Следующая задача. Мы оценили, сколько различных элементов в датасете. Теперь нам нужно понять, как часто тот или иной элемент встречается в датасете. Ну, и частоту элементов посчитать. Вот. Как вот мы в классическом подходе это делаем? Хеш читает, да. Хеш-то принцип инкрементировать. Хороший вариант. Как еще можно посчитать? Дерево складывать. В какое дерево? Ну, да. Но нам же нужна чистота. Нам нужно как раз… Ну, это та же самая хеш-мэп. Ну, мэп. Ну, и хеш нам необязательно считать. Вот. Всегда есть решение блоков – обойти все. Ну, тебе нужна какая-то структура данных, которая позволит, вот как раз созвучено, была, ну, мэп. Вот. Ну, можно отсортировать и… Да, там… Когда там нас, например, спрашивают что-нибудь, мы можем там до личного поиска найти и начало, и там просчитать. Тоже вариант. Вот. Ну, так или иначе, все эти подходы, они занимают… Даже, кстати, в реализации есть Back. Она, по-моему, в Apache Commons называется, в Guavi. Это open-source Java библиотека, такая утилитная от Google. Она называется мультисетом. Либо, если эти библиотеки не подключены, мы действительно берем хеш-мап из нашего значения Vinteger и что-то лепим свое. Вот. Ну, так или иначе, там они все требуют линейной памяти. Вот. А если мы вспомним, у нас поток событий идет, у нас нет random access, сортировать мы его не можем. Вот. То надо что-то придумывать. Вот. И одним из решений является так называемый count-min sketch. Sketch в буквальном переводе – это такая зарисовка, что ли, такой набросок. Как-то так оно переводится. Эта структура данных состоит из скольки-то рядов, вот, определенной ширины, и с каждым рядом связана своя хеш-функция. Они должны быть все, ну, попарно, независимы. То есть, там, не отображать, стараться не отображать одни и те же значения в одни и те же ячейки. Вот. И механика такая, что вот у нас, например, приходит какой-то документ, мы посчитали функцию h1 от него, и она нам показала индекс в первом ряду, где надо увеличить число вхождений. Здесь уже это не бит, а это уже целочисленные числа. Мы просто увеличим частоту. Вот. Там во втором ряду функция h2 посчитала нам другое значение, а в третьем – третье, мы увеличили. Вот. Потом нам пришел другой документ b. От него хеш-функции посчитали другие значения, но вот функция h3, она сконфликтовала, и поэтому мы вот там вот получили двоечку. Вот. Потом у нас снова пришел документ a, мы увеличили соответствующие ему значения в соответствующих позициях. Вот. Потом нам пришел запрос, нужно посчитать количество вхождений a. Мы точно так же считаем хеш-функции, получаем индексы из этих значений и берем минимальные значения. То есть, понятное дело, что где-то есть коллизия, могут быть, и поэтому минимальное нам будет самым точным. Вот здесь у нас видно, что вхождение 2 минимальное. Вот. Если нам придет посчитать количество документов 3, нам нужно будет выбрать минимум из единицы и троечки. Вот. Понятное дело, единица будет единица. Вот. И вот таким образом мы можем подсчитывать примерное число вхождений того или иного элемента. Вот. И здесь тоже самое, как бы само по себе подход, он был бы не очень полезен, но есть вот здесь вот… Так, а нет. Сейчас, я не помню. Там должна быть ссылка на соответствующую статью, где все это доказывается. Вот. И там идея такая, что если мы возьмем ширину как… В общем, там идея в том, что при каждом добавлении нового элемента сюда мы увеличим риск коллизии. Соответственно, у нас возрастает ошибка с каждым шагом. Вот. Если мы возьмем epsilon как допустимую ошибку на каждом шаге, не общую, а вот на каждом шаге, при каждом добавлении элемента, и ширину возьмем как число e поделить на вот эту вот ошибку, а глубину… Вот. v и d – это сколько у нас ширина, а d – это сколько хэш-функций. Вот. Мы возьмем логарифм на вот эту вот дельту, то, что вот у нас на каждом шаге у нас оценка будет не больше, чем вот эта вот наша ошибка, умноженная там на… на этот… на количество вот этих вот уже элементов, сколько мы добавили. С каждым элементом у нас ошибка возрастает. Ну, и вот это вот условие будет выполняться с вероятностью вот единица минус вот эта сигма. Ой, дельта. В общем, запоминать это не надо. Важно иметь в виду, что оценки есть, и они доказаны, и их можно брать в качестве того, как выбирать исходные значения для наших структур данных, когда мы их будем использовать на практике. Вот. И здесь можно вывести такие несколько наблюдений, что если у нас все… все входящие значения будут идти примерно с одной и той же частотой, мы можем так вот наполнить… ну, мы очень равномерно заполним нашу вот эту таблицу, и у нас оценка будет очень неточная. Вот. И этот подход, он очень хорош, когда данные перекошены, когда есть очень много каких-то элементов, какое-то небольшое подмножество элементов, оно встречается очень часто. Вот. И тогда мы более точно определим, что эти элементы, они встречаются чаще, чем все остальные. Вот. Также можно… ну, также понятно, что он всегда может завышать оценку, никогда не занижает вот из-за того, что происходит коллизии. Вот. Также можно… там есть трюк, как вот не делать D различных хэш-функций, а можно сделать одну хэш-функцию, из нее вывести D нужных значений, и они будут все независимы. То есть это такая… там по ссылке можно перейти, прочитать, это такое… ну, просто ускорение вычислений. То, что когда… при больших нагрузках очень важно, там значительно ускоряет вычисления. Вот. При этом… ну, мы здесь не очень сильно будем обращать внимание, но часто в всяких структурах данных есть разные такие характеристики неявные, что насколько хорошо и быстро эту структуру данных можно вычислять параллельно, например, или распределенно. Вот, например, вот эту структуру данных можно хорошо вычислять распределенно или параллельно, потому что посчитать независимо, а потом сложить все в конечном итоге. Вот. Но… к примеру, потому что здесь нам не нужно читать текущее значение, и потом его… у нас нет такого вот сценария, что прочитали, проанализировали, записали. Вот. К примеру, log-log-counter распределенно так уже нельзя посчитать или параллельно. Он не очень хорошо считается, потому что мы должны прочитать, взять максимум, туда еще что-то. То есть там, возможно, надо… может быть, и можно, но не так просто. Вот. И где это применяется? Например, это можно применять для безопасности, чтобы заставлять пользователей… точнее, запрещать пользователям выбирать тот пароль, который используется очень часто. То есть мы взяли… у нас есть база данных паролей, мы сами эти пароли не можем как бы в открытом виде хранить, мы храним их как хэшами. Эти хэши мы добавляем в такой count-min sketch, и когда пользователь выбирает себе пароль, мы можем понять, что если это очень часто встречающийся пароль, мы можем ему запретить его выбрать. Вот. Даже в случае того… в случае false-positive, что он на самом деле пароль нечастый, мы скажем ему, что он частый, в этом не будет ничего плохого. Вот. Для безопасности и для пользователя, ну, выберет новый и все. Вот. Также этот подход применяется в алгоритмах, когда точная частота не нужна, но нужна примерная частота в перекошенных данных. И в обработке естественных языков, естественные языки на самом деле обладают тем свойством, что частота, например, вхождения слов, она сильно перекошена. Всякие предлоги, союзы, они встречаются сильно чаще, чем все остальные слова. Вот. И поэтому такой вот count-min sketch можно использовать как более компактный такой, не знаю, объект, который обладает теми же свойствами, что и исходный объект. Вот. И такое основное использование – это нахождение так называемых heavy-hitter-ов. Там буквального перевода на русский нет, такие тяжелые нападающие, но на самом деле это такое метафорическое название – это найти топ-к элементов. Вот. Как вот мы в классическом варианте находим топ-к элементов? Вот у нас есть датасет, нам нужно найти k самых частотных элементов. Правильно. Сортировка везде рулит. Кто-то когда-то сказал, что если не знаешь, что делать с данными, отсортируй их, и тогда станет понятно, что с ними дальше делать. Вот. Да. Можно отсортировать. Вот. Какая там сложность? А если нам нужно всего k? Ну, как бы, нас не интересуют все данные, нужно только k. k меньше, чем n. Ну, он все равно придется все сортировать. Почему все? Пока не убедимся, что оставшиеся нет. Ну, вот. А если мы возьмем quicksort какой-нибудь и вот там… Ну, есть алгоритмы поиска самого… Ну, допустим, n-ого элемента какого-то. Ну, там используется funksort. Ну, да, да, да. Только если… Ну, надо, чтобы они уникальны все другие элементы. Зачем? Ну… Надо же, чтобы… Ну, сегодня будут два максимальных. Я не хочу плавно составить, но это только один. Угу. Вот. Ну, все правильно. Здесь классический подход… Один из классических подходов – это… Ну, самый тупой подход – это взять, посчитать все, посчитать честно частоту, проитерироваться и выбрать несколько k максимальных. Вот. Другой подход – это использовать, ну, как бы, частичный quicksort. Там отсортируют только те нужные части, которые там только нам нужны, и там будет сложность чуть-чуть меньше, чуть-чуть лучше будет она. Вот. Но, опять же, это все не подходит, когда у нас данных много, случайного доступа к ним нету, и конца и края им не видно. Вот. К нашим потоковым данным. Ну, и… Любой из этих все равно подходов нам требует держать весь датасет в памяти. Мы этого иногда позволить себе не можем. Вот. Поэтому здесь мы начинаем делать какую хитрость. Мы берем наш count min sketch и какую-то структуру данных рядом, в которой мы можем быстро выбрать какой-то там минимальный элемент по какому-то ключу и там максимальный, ну, да, и добавить элементы. Ну, это куча, например. Ну, и дальше мы просто идем по потоку элементов. Count min sketch вот этот вот мы используем для оценки того, насколько часто встречается. Если он встречается чаще, чем то, что у нас мы уже запомнили, мы его добавляем. Ну, например, какой-то элемент, который встречается реже всего, мы удаляем из нашей структурки. Вот. То есть мы идем по потоку. Вот этот count min sketch используем как вспомогательную структуру для оценки частотности. Вот. Другой альтернативный подход. Он называется алгоритм Space Saving. У него есть еще другое название. Вот там вот по ссылкам перейдете, можно почитать. Вот. Есть там основная работа. И я нашел, что Amazon делал какой-то доклад, и там тоже они хорошо рассматривали этот алгоритм. Там они даже, ну, рассматривали алгоритм и его практическое применение. Вот. Идея алгоритма заключается в том, что мы заводим, нам, например, надо найти топ-3 элемента. Мы заводим такую табличку, где есть три, ну, вот, где мы храним значения. По значению мы храним количество этих элементов. И вот у нас тут такой поток. Вот у нас пришла единичка, она встретилась один раз, пришла там, что, двойка. Мы, пока есть место в табличке, мы добавляем. Пришла двойка, мы увеличили, встретилась два раза, пришла еще двойка, встретилась три раза, пришла троечка. Мы, значит, ее добавили, она встретилась один раз, пришла единичка, мы снова ее увеличили. Тут все понятно, тут тоже все понятно, увеличили. Теперь пришла четверка. И что мы делаем? Мы берем, находим в этой табличке минимальный элемент, его выкидываем, на его место ставим тот элемент, который пришел, но при этом мы счетчик, вот самый тонкий момент, что счетчик, который там единица сейчас, мы его не сбрасываем, мы его увеличим на единицу. И такой алгоритм работает. Он действительно позволяет найти топ-к элементов. То есть они могут быть не очень точными, то есть у нас поток из нескольких элементов, и они идут примерно одинаковые, то они могут начать выбрасывать друг друга, и мы какой-то найдем. Но факт тот, что то, что у нас осядет в этом массиве, они будут действительно одни из самых частотных. И тут даже есть свойство, что если элемент встречается больше, чем n делить на k раз, то он сто пудов там окажется. Тут такое, как сказать, интуитивное понимание, что каждый раз, когда мы будем идти, он будет всегда в этом окне, ну, либо потом их будет очень много, что вытеснит. Вот, в общем, такой простой алгоритм, он действительно работает. И где он работает? А. У него есть еще несколько расширений, что каждый вот этот элемент, он может быть не точечно добавлять вот этот вот вес, частоту, а он может быть взвешенный и добавляться на какую-то, увеличивать вес на какую-то величину. Также можно негативный вес использовать, это значит, что мы элемент удалили из этого. Вот, и также левозначения, они могут быть, ну, могут протухать постепенно и вытесняться. Еще можно вот здесь вот, когда мы здесь храним, вот здесь вот мы четверочку вот эту вот добавили, единицу заменили на двоечку, можно хранить дополнительную информацию, что это неточное значение и сколько таких перескоков было. И тогда, например, в конечном итоге мы можем сказать, что, ну, то значение, которое мы нашли, оно точное или оно приближенное? И с какой степенью оно приближенное? Сколько раз была вот эта смена? Дальше для чего это использовалось? На самом деле, вот в докладе Амазона они используют такой подход для CDN-ов. Вот это Content Delivery Network. Кто знает, для чего это используется? Что такое Content Delivery Network? На самом деле, используется сплошь и рядом. Вот мы, не знаю, на YouTube-чике смотрим популярное видео какое-нибудь. Вот, понятное дело, что мы его получаем не с сервера Google, где оно хранится там в одном экземпляре или с каких-то нескольких реплик. Мы его получаем, скорее всего, с какого-то сервера, который ближе к нам, вот, с какой-то, вот этот Content Delivery Network, это набор серверов, на который распространяется контент. Эти сервера стоят ближе к пользователю. Соответственно, мы, ну, не нагружаем основной сервер, на котором основной источник данных. Вот, ну, он просто физически, у него бы не хватило бы канала или пропускной способности диска, чтобы нам это отдавать. Вот, иногда бывает выгодно сделать так, что если мы понимаем, что какой-то файлик начинает быть очень популярным, и есть риск, что к нам за ним очень много придут, и мы упремся в канал какой-то, не сможем его отдавать. Вот, нам его выгодно, так вот, на опережение разложить на вот эти вот сервера, которые ближе к пользователям, и уже отдавать оттуда. Вот, и чтобы определить вот эту популярность, можно использовать этот алгоритм. Вот, также можно мониторить трафик, например, мы можем смотреть там, с какого IP-адреса, смотреть длину там, не знаю, IP-пакета данных, это будет весом, и понимать, что с этого IP-адреса у нас идет очень много трафика, он нас заваливает, может быть, нам, ну, может быть, это какая-нибудь атака, и нам нужно заблокировать его на файрволе. Вот, ну, и на самом деле, это более такой общий случай, какое-то определение каких-то аномалий, что где-то что-то начинает там делать больше, чем оно должно быть, там появляется какая-то неравномерность, и с этой неравномерностью надо что-то сделать. Вот, следующий алгоритм, следующая задача, это как нам вообще определить, что наш элемент входит в какой-то датасет. Вот. А? Пробежаться. Пробежаться, да. А? Что хэш? Ну, посчитайте, кто же это элемент, да, посмотрите, если запись, то этому пошло. Ну, так это то же самое, что мы проверим исходный элемент, только мы потеряем точность. Но все равно нам приходится прибежаться и держать все в памяти. Вот. Какие еще варианты есть? Ну, дерево – это сет. Ну, то есть мы возьмем какую-то реализацию сета, либо хэш сета, либо какой-нибудь 3-сет. А? Так. Ну, в д... Ну, в конечном итоге, когда мы для добавления N элементов, мы действительно сделаем там сколько-то этих... Да. У нас N добавлений, каждая из них по логарифму будет. Вот. Ну, на самом деле, все правильно. Мы берем сет, неважно, на чем он реализован, либо какой-то массив. Ну, один из простых вариантов – взять и сортировать и двоичным поиском найти. Тоже вариант. В общем, сортировка работает всегда. Но, опять же, линейная память, у нас мы ее не можем себе позволить в случае потоковой обработки. Вот. И здесь применяется такая вероятностная структура, как bloom-фильтр. Вот кто-нибудь слышал про нее? Слышали, да? Нет? Вот просто я думал, что слышали, и поэтому я не нарисовал ничего. Вот. Поэтому придется что-то делать. Вот. Сейчас я попробую объяснить на пальцах. Там, если мы вспомним самый первый наш алгоритм, который называется linear counter, мы выделяли битовый массив. Вот. И каждое входящее значение мы отображали в какой-то один битик. Вот. Здесь же мы берем каждое входящее значение, когда мы добавляем элемент в наш фильтр, мы его отображаем не в одно значение, а в несколько. Мы выбираем несколько хэш-функций, в итоге мы выставим несколько битов. Вот. Когда мы добавим следующее значение, мы тоже применим те же самые несколько хэш-функций и выставим несколько других битов. Вот. И тем самым мы получим такую битовую маску. Дальше для того, чтобы проверить, что элемент входит в наше множество, мы от него посчитаем все те же хэши. Если по этим хэшам стоят все единицы, то, скорее всего, он входит. Вот. Но из-за коллизии это может быть ложное срабатывание. Это похоже на степь. CountMinSketch он считает. Это очень похоже. Они все между собой очень похожи, кроме LogLogCounter. Вот. Но в CountMinSketch там идет там не битовая маска, там мы считаем частоту. А здесь мы одно входящее значение мы помечаем несколько позиций, несколько битиков выставляем. и для проверки вхождения мы просто должны проверить, что все биты выставлены. Вот. Ну вот здесь вот есть хорошая визуализация по ссылке, так что надо будет пройти и посмотреть. Вот. И там как бы идея это понятная идея, но есть доказательства, как нам выбирать количество хэш-функций и количество битов в этом. И запоминать не надо факт тот, что она есть. вот. И идея в том, что для того, чтобы нам 10 миллионов элементов вот так вот сделать, оценить вхождение множества с ну с ошибкой в десятую долю процента, то есть с очень маленькой ошибкой. Ну точнее ошибка, это вероятность false positive, то есть у нас false negative он никогда не даст, то есть он даст false positive из-за того, что нечаянно соседними элементами все биты будут заполнены, все наши биты нужны, тогда мы ошибочно скажем, что элемент присутствует в датасете, ой, элемент присутствует, да, в нашем множестве, но его там нету. Вот. Можно посчитать, сколько там 10 миллионов интов, например, будут занимать. Скорее всего, это будет какие-то сотни мегабайт, наверное. вот, а наш блумфильтр будет всего занимать, ему понадобится столько бит, и это примерно 17 мегабайт. То есть это довольно компактная структура данных. Вот, где бы вы их применили? Такой вот, такой подход. на самом деле оно очень часто применяется для уменьшения каких-то обращений к какому-то дорогостоящему объекту. Например, если у нас есть база данных, где мы обращаемся к элементам по ключу, и это обращение реально дорогое, оно там идет по сети, идет по диску или еще куда-то, вот, то мы можем, например, через блумфильтр фильтровать те запросы, на которые мы ничего не найдем. Очень, очень так быстро. И на самом деле эта штуковина очень часто используется во многих базах данных. В Кассандре она точно используется. Там даже когда мы конфигурируем кейс-пейс, мы говорим используя, там блумфильтр или не использовать, например. Можем явно указать. Вот, также довольно интересный подход у этой вещи, так называемая вот певцы, певцы одного хита. Вот, те же CDN-ы, например, они могут как делать? Они могут кэшировать все. То есть, мы пошли через наш или не CDN, какой-нибудь кэширующий сервер. Мы пошли как пользователь, обратились за какими-то данными, их нет в кэше, они достались из основной базы данных, а сели в кэше. Но мы обратились за этими данными один раз, и в этот кэш за ними больше никогда не придем. Они там будут лежать мертвым грузом и через некоторое время занимать место, он вытеснит какой-то другой элемент, и начнутся какие-то движения, которых мы могли бы вообще избежать. И поэтому мы можем в кэш класть только тогда, когда было больше одного обращения. То есть, первое обращение мы регистрируем в Bloom-фильтре, и когда следующее обращение происходит, и мы видим по Bloom-фильтре, понимаем, что обращение было, мы тогда только закэшируем его. То есть, это такой довольно, не знаю, нестандартный подход. Ну, или, не знаю, самый такой простой пример, что у нас пользователь ходит по сайту, мы ему показываем всякую рекламу или какие-то рекомендации, еще что-то. Но, если мы ему показали один раз, ему это не заинтересовало, ему надо бы не показывать больше, вот что логично. Поэтому, то, что мы показали, будем складывать в Bloom-фильтр, и перед показом будем проверять, не показывали ли мы ему. Здесь false positive нам тоже ничего плохого не сделает. Есть по этому вопросу? Теперь следующий раздел, у нас такой последний уже. Вот, кто знает, что такое квантили, процентили, время работы, какого-нибудь вызова. Что такое квантили? Ну, квантили. Квантили. Я тоже не знаю, как правильно. Я могу на гайке нарисовать, но сказать сложно. Вот, если построить график, где функция распределения случайной величины, и выбрать вероятность провести гестиданную линию, и потом значение случайной величины, то вот это будет как раз так квантиль в соответствии с вероятностью. Значение случайной величины, вероятность попадания которых не больше какого-то числа. Да, да, все правильно. Вот, и квантиль как раз часто используется при измерениях скорости работы. к примеру, вот мы пишем какой-то, не знаю, веб-сервере, на этот веб-сервер приходят запросы, мы эти запросы обслуживаем, и каждый запрос у нас обслуживать, на обслуживание каждого запроса у нас старается какое-то время, где-то миллисекунда, где-то две миллисекунды. Если у нас джава-приложение, мы ушли там в ГЦ, могли бы потратить секунду, например. Вот, и как вот понять, насколько вообще мы быстро обрабатываем все эти запросы. Вот, и здесь как раз нам на помощь приходят квантили, а если более конкретно, нам приходят процентили. Это вот одна сотая квантили, когда мы вот это вот распределение делим на 100 частей. и задача в том, как вот эти вот, как вот их считать, вот как в классическом, как вот при классическом подходе мы считаем вот эти вот процентили. Как нам посчитать распределение вот это вот? Да, мы добавляем массив, сортируем, нам на вход приходит вопрос, типа отдайте нам такой, верните нам такой-то квантиль, мы умножаем вот этот квантиль, например, 0,9, умножаем на размер массива, попадаем в какую-то точку, и то значение, которое стоит в этой точке, мы возвращаем как результат. Вот, если нам говорят 50-й процент, это на самом деле медиана, это элемент, который половина элементов меньше него, половина элементов больше него, он стоит там в середине, ну, не больше, не меньше. Вот, но поскольку у нас, мы не можем хранить все значения, которые нам приходят, потому что у нас там может быть тысячи вызовов в секунду, миллионы вызовов в день, и сортировать это каждый раз, это очень дорого, и вычислительно, и по памяти. поэтому применяется техника такая сэмплирования, что мы берем не все значения, а берем какой-то с виду репрезентативный какой-то небольшой слепок, и работаем с ним. Вот, то есть у нас как раз небольшая структура данных, нам приходит новое значение, мы, возможно, его добавляем, и, возможно, какой-то старый удаляем, и вот таким вот окошком таким двигаемся по данным. Вот, самый простой пример, это вот мы храним там k последних значений, то есть мы самое старое удалили, самое новое добавили. Вот, и когда нам просят посчитать какой-то квантиль, мы берем, сортируем вот эти вот значения, несколько штук, их немного очень, и говорим. Вот, понятное дело, что этот подход простой, но он не очень работает, то есть он очень хорошо будет нам отображать какую-то свежесть, то есть если мы работали быстро-быстро-быстро, отвечали, например, за миллисекунду, а потом наша обработка запроса стала в секунду, мы это быстро обнаружим, потому что те значения, которые показывали, что мы миллисекунду отрабатываем, они очень быстро уйдут. Вот, но из-за того, что мы, вот это окно скользит, то мы можем между нашими измерениями, вычислением вот этих вот наших процентилей, мы можем пропустить какую-то, какой-то, какой-то срез данных. То есть если, например, мы работали быстро-быстро-быстро, в этот момент мы сняли измерения, убедились, что мы работаем быстро, потом мы, у нас произошел там сборочек мусора или сеть забилась, еще что-то, мы работали медленно, но в этот момент мы не сняли измерения, и потом снова сборочек мусора закончил, мы стали отвечать быстро, в этот момент мы сняли измерения, мы будем думать, что мы работаем быстро, хотя на самом деле это не так. Вот у нас будет, мы сделаем ложное суждение, все хорошо, а на самом деле пользователи страдают, все тайм-аутится, там, все это. Вот. А здесь будут ссылки на открытую библиотеку, это DropWizardMetrics, раньше они назывались YammerMetrics, и CodaHaleMetrics, они сменили несколько названий. Вот, там все вот эти вот примитивы, все сэмплирующие, они там реализованы, можно смотреть Java-реализацию. Вот. Ну, из плюсов здесь то, что фиксированный, ну, фиксированный объем памяти, не больше, не меньше, и простота реализации. Больше плюсов тут, наверное, нету. Вот. Следующий вариант, это когда мы не там сколько-то последних элементов храним, а храним последние элементы за какое-то временное окно. Вот. Оно нам позволяет не терять данные, потому что мы за какое окно храним, за столько мы храним за 5 минут, например, то раз 5 минут мы снимаем показания. Тогда мы все учитываем, но если нам за эти 5 минут придет очень много запросов, мы рискуем, что они все не поместятся у нас в памяти, мы просто упадем по памяти. Вот. Это, понятное дело, не очень хорошо. Эта реализация тоже есть, там можно перейти по ссылке, посмотреть. Вот. Следующий алгоритм, что мы из потока будем выбирать не последние, а какие-то случайные. То есть, если мы обработали N каких-то этих наблюдений, вот, продолжительности вызовов, то у нас в нашем сэмпле останется, каждый из вот этих N элементов останется с вероятностью K делить на N, где K – это длина вот этого вот, ну, длина вот этих наших наблюдений. Вот. Это, на самом деле, алгоритм Виттера, вот, он, рассмотрим статье, там доказывается, что все значения, которые оседают, они оседают равноверно… любое значение из потока, оно оседает там равновероятно. Вот. И там интересно так и работает, что если мы… идет поток значений, и значения совпадают… ну, у нас есть место в нашем вот этом вот сэмпле, мы его добавляем, а если места нету, мы берем случайное значение в диапазоне от счетчика, от количества элементов. Если этот счетчик попал в наш массив, то мы его добавляем. Вот. Если вот random, он меньше, чем укладывается массив, мы его добавляем, иначе не добавляем. Вот. Такой довольно простой подход, он позволяет нам равновероятно из бесконечного потока… ключевое, что здесь он бесконечный, мы не знаем, где конец… иметь равновероятную такую выборку значений. Вот. Он тоже реализован, можно смотреть код. Вот. Очень хорош, когда мы… у нас измерения очень долгие, и тогда мы можем что-то судить хорошо. Но здесь у нас очень такое плохое чувство свежести, потому что, если вдруг мы работали быстро-быстро-быстро, например, у нас уже миллион вызовов мы обработали, а храним всего там тысячу окно из тысячи, точнее, тысячу значений, тысячу таких сэмплов, то, когда у нас придет миллион, первый вызов очень долгий, то мы его положим с вероятностью только какая? Однотысячная. Ну, потому что тысяча этих, миллион этих, тысяча миллионных, однотысячная. Вот. И если у нас будет очень мало таких значений, очень маловероятно, что они осядут в нашем сэмпле. И мы будем думать, что у нас все хорошо работает, потому что оно у нас долгое время назад так хорошо работало. То есть такая вот большая инерция, что ли, вот этой структуры данных. Вот. Но постоянная память. Вот. И иногда она даже применяется. Вот. Следующий подход, это вот самое такое, что чаще всего применяется, это exponential decaying резервуары. Это означает что? То, что данные, которые мы кладем в наш сэмпл, они протухают со временем. То есть чем дольше они лежат в этом сэмпле, тем меньше они влияют на итоговый результат. Вот. Они тоже, вот здесь ссылка на открытую реализацию. Вот. И они, на самом деле, дают более точные результаты по сравнению с остальными. То есть они, с одной стороны, у нас фиксированный объем памяти, с другой стороны, у нас свежие хорошо бустятся, потому что они с весом, ну, у них вес экспоненциально выше, чем у старых. Там вес, это как какая-то константа умножить на свежесть. Е в степени, грубо говоря, свежести. Вот. И в целом, он на практике, у него есть определенные недостатки. Можно про них прочитать, по-моему, даже где-то там есть ссылка на статью. Вот. Но часто в продакшене применяется именно этот подход. И если знать его ограничения, иметь в виду его ограничения, то можно получать довольно точные значения. Но не уберточные, как мы дальше увидим. Вот. Про гистограммы. Уже вот говорили про распределение. Вот что такое гистограмма? Все знают? Вот. Это вот обычная гистограмма. Значит, мы, например, здесь у нас по оси x там время, продолжительность измерений по оси y – это какая-то частота. Сколько раз мы видели измерения с таким значением? Тут все понятно, да? Вот. Это обычная гистограмма. Можно сделать кумулятивную из нее. Это когда каждый следующий столбец – сумма предыдущего и его. То есть последний столбец – это всегда суммарное значение всех наблюдений. Точнее, суммарная частота, количество, итоговое количество, сколько всего было. Вот. И здесь как раз из нее что видно? Из нее видно, что у нас, например, там 140 значений, все уложились в 20 миллисекунд. Ну и меньше. И так далее. Вот. И гистограмма можно так вот с какой-то натяжкой сказать, что она какое-то такое дискретное, там, не знаю, я боюсь математически собрать, какое-то дискретное такое приближение распределения. Вот. И по нему тоже можно считать процентили. Вот. Как вот по этой гистограмме посчитать, вот, не знаю, 90-й процентиль? Ну, сначала нужно нормализовать. Что нормализовать? Гистограмму, чтобы в ходе значения от года единицы, а не доставки 10. А, ну, нужно ли? Ну, не, можно нормализовать. Ну, да, да. Я к тому, что всю-то тогда в конечном итоге в конце придется обратно масштабировать. То есть можно... Ну, да. Вот. Ну, соответственно, уберем потом по оси Y, отмеряем 0,9 и находим... Вот. В данном случае от чего нам 0,9 надо отмерить? Ну, от максимума, который был сколько там? От суммы нам надо отмерить. А это кумулятивная гистограмма, это уже есть сумма. То есть мы отмеряем 0,9, оно получается примерно где-то здесь. Вот здесь вот может быть, да? 0,9. Вот. Дальше мы должны найти тот бакет, который первый меньше вот этих 0,9. Точнее, который больше. Ну, вот та грань, которая меньше и больше. Это вот он. Вот здесь вот. То есть у нас точка попала бы примерно сюда. И дальше мы можем вот так вот линейно интерполировать. И вот, точка попала бы где-то сюда, например. Смотрите, здесь сюда. И вот здесь вот был бы наш 90-й процентиль. Примерно. Так вот. Не знаю, мутно объяснил. Но, в общем, это можно сделать. Вот. И кумулятивная гистограмма для этого действительно используется. Вот здесь вот примерно Java реализация, как это делается. Вот. Ну, только что это мы руками помахали. То же самое, что здесь написано. Ну, и на самом деле в обычном мире, в реальном мире гистограммы тоже широко используются. Есть такой инструмент, Prometheus называется. Он open-source, написан на Go. Вот. Мы его даже, когда не в одноклассниках, а в другом месте, мои работы мы его применяли. Вот. И он даже представляет вот такую гистограмму, как клиентский код. Мы можем ее сами наполнять и ее репортировать, и дальше ее анализировать. Вот. И здесь вот такой тонкий момент. То, что вот если у нас, например, есть два веб-сервера, да, они обрабатывают запросы. И мы знаем, что один из них обрабатывает запросы. Он нам говорит, что я там 99% у меня укладывается в 100 миллисекунд. А другой говорит, что его 99% запросов укладывается там, не знаю, в 200 миллисекунд. Вот. Суммарно. Какой квантиль у нас вот 99-й получается? Процентиль. Так, у нас уже итоговое значение посчитано. Вот. Все правильно. На самом деле никак. Потому что лучшее, что мы можем из этого сделать, мы можем взять максимум. И он нам скажет самую худшую картину. То есть мы, если мы используем это для мониторинга, мы можем быть уверены, что система работает не хуже, чем. Вот. Но если вдруг хотя бы одна машинка начинает сбоить, у нее там диск, например, начинает тормозить или еще что-то, вот, и мы начинаем долго работать, наш мониторинг может сказать, что у нас все плохо работает. Хотя на самом деле в общем фоне там не сильно что-то поменялось. Вот. А при использовании гистограмм, если у нас мы обмениваемся не итоговыми процентилями, а гистограммами, мы можем суммировать гистограммы по разным срезам, взять гистограмму с этого сервера и с этого сервера, рассуммировать и посчитать правильный квантиль. И тогда мы посчитаем точное значение, как наш кластер, ну, 99-й процентиль обработки запроса всем нашим кластерам, не конкретной машины. Вот. Но здесь, понятное дело, что вычислительная сложность. И вот здесь вот есть ссылки на то, что почему там нельзя брать среднее от квантилей. Потому что в моем опыте я не один раз такое видел. Когда приходишь, смотришь, опаньки, ничего себе, вот это у вас скорость обработки этих запросов. Потом начинаешь смотреть, как эти графики сделаны. Там они сделаны так, что взяли с машины, отрепортили 99-й процентиль, взяли от них среднее. Среди них еще оказались машины, на которые нагрузки не идут у них. Это вообще нулевой. Вот. И потом, не соврать, там говорили, у нас этот сервис работает 2 девятки меньше, чем миллисекунда. А еще это померили на сервере, не на клиенте. То есть задержки сети не учли. И еще на это сделали мониторинг. И ходят, как же все хорошо работает. На самом деле, ни черта там, хорошо не работает. Вот. В общем, нельзя с процентилями, кроме как брать максимум, вообще ничего нельзя. И то максимум, это вот на безрыбе, если вообще ничего другого нет. Но смотрите, дальше мы взяли эту гистограмму. Но гистограмма, она состоит из бакетов. И как вот нам выбирать бакеты? Вот то, что вот снизу. Да. Размер и количество. Вот первое, что приходит в голову. Да, это точность. Да, мы можем выбрать, какую точность мы хотим мерить и повторить там n раз, сколько раз, сколько-то. Вот. Ну, сколько раз повторить, тоже не очень понятно. На самом деле, первый вариант, это если мы знаем пределы наших измерений, с одной стороны, и знаем там какое-то распределение, мы знаем, что, как правило, мы там обрабатываем там за миллисекунду, еще что-то, мы можем руками нарезать эти бакеты, и они у нас будут, эта гистограмма нам будет давать хорошие точные значения. Вот. Но проблема в том, что мы не всегда это знаем, и часто, ну, все это меняется. Когда мы выкладываем как-то новое изменение, у нас, ну, мы можем как все сильно улучшить, сильно ухудшить, а смотря по старым бакетам, мы можем этого не увидеть. Вот. Мы можем взять и в тупую нарезать линейные бакеты, каждый, например, по 5 миллисекунд. Вот. И их тогда придется очень много нарезать, если мы знаем, что у нас значение наших вызов метода у нас бывает либо очень долгий, либо очень быстрый. А, например, если мы делаем на Java, то, как правило, так и бывает. Вот. То, что у нас пока Gc не пришел, все хорошо, а Gc пришел, и сколько там подзатупил. Там все. Вот. С другой стороны, ну, здесь линейные хорошо, что точно, но их очень много надо. Это дорого по памяти и дорого потом в итоге считать. Вот. Можно брать бакеты экспоненциальные, возрастающей длины. Их получится немного, но тогда долгие измерения у нас будут попадать в один и тот же бакет. То есть, Героя, вы говорите, если у нас работало, например, 200 миллисекунд и 5 секунд, у нас попадет в один и тот же бакет. Мы не будем знать, что же там попало. Ну, что же там происходило. То есть, мы будем терять значение. Вот. Ну, да. Если у нас есть какие-то сильно такие, да, вылетающие, вот, outlier – это такой выброс. Он попадет в какой-то далекий экспоненциальный бакет, туда, куда попадают не только они, и мы ничего не увидим. вот, и здесь на помощь нам приходят так называемые HDR-гистограммы. Вот. Это вот действительно modern data structure без кавычек. Вот. вот она появилась буквально, не знаю, в этом десятилетии, наверное, это точно. Не раньше. Она появилась, здесь утилита такая, jhecab, она позволяет мониторить всякие затыки работы Java-машины. Вот. Ее придумал Jiltin. Jiltin – это основатель Azul. Azul – это фирма, которая делает альтернативную GVM с очень крутым гарбач-коллектором, который называется Zinc, который ходспотовские гарбач-коллекторы, вот, ну, они рядом даже не стояли. Вот. У него очень, если вы на Ютубе наберете Jiltin, HDR-гистограммы, вот, у него очень много докладов, он очень крутой докладчик, все так очень рассказывает, я очень люблю посмотреть его. Вот. И ему как раз стала задача с тем, что вот там, ну, я так понимаю, я могу ошибаться, но когда он профилировал там ту или иную реализацию и, например, того же гарбач-коллектора, он может, как правило, работать быстро, но в какой-то конфигурации работа очень долго. И, соответственно, там распределение времен, оно было, оно не было каким-то таким классическим. Тут еще такой момент, что вот все вот эти вот Exponential Decay, вот эти вот резервуары, все сэмплы, они все хорошо работают, хорошо доказаны, когда с учетом того, что распределение данных какое-то хорошее, нормальное там распределение или еще что-то. Вот. Но в реальной жизни получается не так. То есть, когда у нас работает Java-приложение, у нас может быть очень много маленьких, очень много быстрых ответов и очень много, сколько-то, не очень много, но сколько-то значимое число относительно долгих, а между ними такой провал. То есть, здесь штатная ситуация, здесь ГЦ, здесь какие-то редкие ситуации. Вот. А здесь там сеть еще что-то. То есть, распределение такие горбы. Вот. И где эти горбы, куда они станут, вообще заранее неизвестно. Вот. И поэтому, что было сделано? Вот. Это отдельная библиотека на GitHub лежит, реализована на Java. Можно смотреть, читать. Вот. Самое странное, что я нигде не... Вот я долго пытался найти, как вот объяснение на пальцах, как она работает. Вот. Но все дороги ведут, что читайте код. Вот. А код читать там, ну, с первого раза вот так быстро не прочитаешь, потому что там очень много таких битовых операций туда-сюда, и, ну, это, как правило, тяжело воспринимается. Но основная идея там такая, что основные бакеты, они экспоненциальны, растут сколько-то, а внутри каждого экспоненциального бакета, он нарезан на линейные подбакеты. Вот. И за счет этого достигается то, что мы можем заказать, что мы хотим в пределах там до 10 секунд, например, точность миллисекундную, а в пределах до 100 секунд точность секундную уже. То есть, чем меньше значение, абсолютные значения, тем с большей точностью мы будем считать. То есть, там точно задается, как количество значащих цифр. Вот. вот эта штуковина в open-source все хорошо, все используется. Вот. Но здесь вот, я пока рассказывал, 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 здесь есть небольшой подвох. Вот. Кто заметил подвох? Вот. А подвох здесь в том, что когда мы сэмплами что-то делали, то у нас сам сэмпл подразумевал, что это что-то скользящее, что в него что-то добавляется, что-то удаляется. Из гистограммы у нас ничего не удаляется. Так ведь? Как мы добавили, мы какое-то значение зафиксировали, у нас нету никакой информации, ни времени добавления, ни ничего, чтобы мы могли там удалить. Вот. Соответственно, для того, чтобы, если мы используем гистограмму, в чистом виде получается, что мы делаем измерения с начала времен. Вот. А не за последние пять минут, которые нам часто для мониторинга, там, в реальном продакшене нам нужно процентить за какие-то там последние, сколько-то времени. Чтобы там быстренько следить, тренд стал лучше, хуже, чтобы сработал мониторинг. Вот. Поэтому, какие есть варианты для того, чтобы гистограммы обрабатывать такие вот потоковые данные? Вариантов несколько. Либо мы можем, когда мы снимаем измерения, считаем квантиль, мы можем сбрасывать всю гистограмму. Вот. Но это не очень хорошо, потому что, если у нас несколько обзерверов, которые считают этот квантиль, то кто первый пришел, того и тапки. Остальной увидит, следующий увидит пустую гистограмму и отрепортит какое-то неверное значение. Можно периодически... Да, да. Это вот третий пункт, когда у нас есть чанки. Мы берем чанк какой-то, дополнили его, отложили, наполнили новый и вот так вот постепенно их ратируем по таймеру. Второй вариант чистить по таймеру просто вот так вот все, но это тоже не очень хорошо. Кому-то повезет, кому-то не повезет. Кто-то... Можем репортить полупустые значения. Ну, не до конца досчитанные. Вот. И... Такой момент. Вот я нашел докладик ребят из Hotels.com. Они сравнивали между собой EDR, Exponential SDK Reservoir. Это когда мы добавляем в сэмпл новые элементы и новые элементы они бустятся с экспоненциальным весом. Они учитываются в результирующем квантеле. Вот. И они сравнили поведение поведения Exponential SDK Reservoir и вот High-Dynamic Range Гистограм на каких-то таких ну, на синтетических данных, но эти синтетические данные они показывают те недостатки, которые обладает та или иная система. Вот. Но забегая вперед, надо сказать, что Exponential SDK Reservoir занимал всего 16 килобайт, а HD-рекистограмма занимала 600 килобайт. Вот. То есть это тоже надо иметь в виду, что мы... Ну, это на самом деле один из основных таких мыслей лекции, что у нас всегда какой-то компромисс. Чем меньше структура по объему, тем меньше, как правило, меньше точность. И мы всегда находимся вот в каком-то режиме вот этого вот выбора. Вот. И здесь примеры, не знаю, видны, не видны. Вот здесь вот видно эффект, например, это вот все картинки взятые со статьи, можно перейти, там все будет, там прямо еще более не со статьи, а с какого-то доклада, с поста. Там все более детально описано, вот идея в том, что там как, ребята, они накидывали в вот эти вот счетчики, они накидывали синтетическую нагрузку, синтетические значения, они знали, какую форму должны быть итоговые. Вот. То есть они сначала накидывали там задержка, там 75-й процентиль был 400, потом его резко сделали 900, вот, и потом резко сделали опять 400. И вот оранжевая это HDR гистограммы, а синяя это Exponential Decay. И видно, что вот это вот затухание плавное, оно имеет место быть. То есть, если мы, например, мониторим по двум девяткам или по трем девяткам, да, у нас вот здесь вот, не знаю, хорошо видны цифры, не хорошо видны цифры, у нас уже на деле все стало хорошо, а по графику мы будем видеть, что у нас еще все тормозит. И будем бегать, там, не знаю, заливать, кипишевать, еще что-то. Вот. Здесь все зависит от того, как сконфигурирован тот самый Decay. Да, как сконфигурирован Decay. Но обычно Decay сконфигурирован так, что он последние несколько минут бустит всего лишь. Вот. А по умолчанию, если смотреть ту реализацию DropBizzer, оно 5 минут. Вот. И здесь вот видно, что вот этот Decay, вот эти 5 минут, мы еще будем видеть какие-то старые результаты с какой-то вероятностью. Вот. А гистограмма, она, в чем здесь прикол, что она каждые 15 минут скидывается старое, делается новое и наполняется. То есть здесь обнуляется результат и за счет вот этого достигается вот эта резкость. Вот. Но там память и 600 килобайт, а здесь память и 16 килобайт. Вот. И надо выбирать. Вот. Другой момент, что если у нас есть какие-то всплески, то из-за того, что Exponential дикейн резервуар, он всплески может сглаживать. Ну, он это делает. Как вот здесь вот видно, особенно на высоких процентилях. Вот. Это тоже не очень хорошо для реального приложения, потому что у нас вот так вот, вот такая вот решетка, у нас то быстро, то медленно, а мы думаем, что всегда медленно. На самом деле это не так, но это такая информация, она навесет разный диагностический смысл, когда пила и когда плато. Вот. Следующий момент с Exponential дикеем в том, что поскольку значения там в некоторых реализациях значения удаляются тогда, когда добавляются новые, то если новые значения добавляются медленно, ну, с небольшим рейтом, то старые вытесняются тоже с небольшим рейтом. Соответственно, у нас вот эта вот задержка в репорте старого значения, она будет довольно долгая. То есть просто из-за того, что у нас наблюдений мало, она такая вот инертная, постепенно все заменяет. Вот. И поскольку Exponential дикей резервуар, она вероятностная структура данных, ну, потому что мы то, что добавляем, мы можем как добавить, можем не добавить, новое значение, и возможно какое-то старое удалим, возможно не удалим. То есть если бы мы все добавляли всегда и старое удаляли, мы бы получили бы просто скользящее окно с фиксированным этим. Это не так. Вот. Там присутствует элемент вероятности. то какие-то значения там просто не оседают, которые, возможно, могут повлиять на что-то. Вот. А в гистограмме, поскольку он учитывает каждое значение, то там все оседает. Вот. но еще я расскажу, там 16 килобайт, а здесь 600 килобайт. Вот. Ну, на самом деле на этом все. Что если есть вопросы? как работает, понятно, да? Как и работает? Везде написано, смотрите код. Не, Джилл знает. Он писал, он знает. Вот. Не, на самом деле можно пытаться разобраться. Там, на самом деле, не очень сложно. Там, ну, я думаю, я разберусь со временем. вот. Ну, как бы в деталях. Там идея примерно понятна. Идея понятна, что вот мы, как я сказал, мы берем бакет, большие бакеты, ну, объемлющие бакеты у нас растут экспоненциально. Размер, то есть это, например, от 1 до тысячи, от тысячи до 10 тысяч, от 10 тысяч до 100 тысяч, но в бакете и каждый вот из экспоненциально нарученных бакетов каждый внутри поделен линейно. Вот. на какое-то фиксированное значение. То есть условно там на... Каждый из них поделен на 1000. Соответственно, первая 1000, он состоит из бакетов по единичке. Соответственно, у него самая большая точность. Вот. Второй бакет, который от 1000 до 10 тысяч, он поделен тоже на 1000, но у него уже каждый этот, он по 10 занимает. Соответственно, точность 10. То есть когда у нас куда-то попадет, но мы уже с точностью не 1 можем сказать, с точностью 10. Соответственно, Чем выше значение, тем у нас точность ниже, но относительная точность у нас всегда одинаковая. То есть мы всегда условно с точностью одна тысячная, или одна десятая, или одна сотая, это вот с точностью количество подбакетов. Идея такая. Вот, в общем, я не знаю, как там, будет, наверное, выложен доклад, там куча ссылок, по ним можно переходить, читать. Ну все, наверное, если нет вопросов, вам спасибо.